Здравствуйте, дорогие друзья! На этом занятии мы сделаем некоторые изменения в админ панели. То есть настроим ее под свой разрабатываемый сайт. Если перейти вот сюда вот в документацию, ссылка на нее будет под этим видео, как всегда, то вот здесь вот есть такой раздел, который называется админ. Вот он. И, соответственно, здесь вот эта вот первая ссылка, как раз то, что нам сейчас будет нужно. То есть это настройка админ панели, сайта админ панели. Значит, переходим сюда, и здесь довольно богатая информация о том, как это делается. И некоторые моменты из того, что здесь написано, мы сейчас с вами и рассмотрим. Итак, переходим сюда вот в проект. Если запустить тестовый опсервер, это команда, как всегда, Python, ManagePy и RunServer. Переходим на сайт, и, соответственно, вот здесь вот мы можем открыть админ панель. Войдем в эту админ панель, и мы видим вот такую страницу. Давайте в начале посмотрим, как можно поменять стиль оформления вот этой вот админ панели. Это бывает необходимо, чтобы админка визуально выглядела в тех же тонах, что и основной сайт. Для этого мы с помощью вот этой вот панели, Debug Toolbar, посмотрим, на какие шаблоны, то есть какие шаблоны используются для формирования этой страницы. Здесь у нас есть вкладка шаблона, щелкаем по ней. И вот здесь вот у нас прописаны пути ко всем вот этим вот шаблонам, которые используются в данный момент. И здесь, в общем-то, видно, что вот этот вот шаблон BaseSiteHTML, это как раз базовый шаблон для формирования страниц вот этой вот админ панели. Ну и давайте посмотрим его содержимое. Перейдем сюда вот в проект, откроем каталог Venn, именно здесь находятся все эти файлы шаблонов стандартных приложений. Потом вот эту вот папку Lib, здесь открывается каталог SitePackages, и уже в этом каталоге мы смотрим Django, затем Contrib, далее админ, и здесь у нас есть каталог Templates. Далее опять админ, и вот как раз вот здесь вот находится этот файл BaseSiteHTML. Его содержимое вот такое вот, в общем, довольно простое. Конечно, мы могли бы внести изменения прямо вот сюда вот, но это не лучшая практика. Все дополнительные файлы, которые были сформированы Django при его установке, лучше оставлять без изменений. А переопределение делать уже непосредственно в нашем проекте. В частности, для того, чтобы переопределить вот этот вот файл, вот этот вот шаблон BaseHTML, мы в нашем проекте вот здесь вот в CoolSite создадим именно в корне папку, новую папку, которая будет называться Templates. Значит, мы создаем директорию, она называется Templates, нажимаем Enter, и в этой директории мы создадим еще подкаталог Admin. Если уже вот в этом подкаталоге Admin разместить точно такой же файл BaseHTML с таким же именем, то он будет переопределять вот этот файл BaseHTML, который мы с вами открывали вот здесь вот в этом подкаталоге. Потому что Django будет сначала искать шаблона во вспомогательных подкаталогах, это вспомогательный подкаталог, нестандартный, а затем уже во каталогах приложений. Итак, вот этот каталог мы с вами создали именно в корне проекта, обратите внимание, это очень важно, ключевой момент. Затем Templates, Admin, и уже вот здесь вот мы создадим точно такой же файл HTML, который будет также называться BaseSite, то есть название должно быть абсолютно таким же, BaseSite.html. Вот если мы сейчас сохраним вот это дело и перейдем сюда вот на сайт и обновим страницу, то у нас ничего не изменится. Даже если мы посмотрим на шаблон, который используется, здесь используется абсолютно тот же самый шаблон. Почему так произошло? Дело вот в чем. Вот этот вот путь Templates, Admin, BaseHTML, он это новый вспомогательный путь, нестандартный. И так как он нестандартный, то мы вот здесь вот в файле Settings.py, в разделе Templates, в коллекции Templates, должны его явно прописать. Прописать мы его должны вот здесь вот, в DIRS. Следующим образом, я его пропишу вот так вот, OS, воспользуюсь таким вот пакетом OS, затем вызову функцию Path, потом Join, ну и затем мы здесь сделаем следующее, воспользуемся вот этой вот константой BaseDir, который ссылается на корень проекта, ну и добавим вот это вот под каталог Templates. Все, сохранили. Давайте теперь вот здесь вот на всякий случай остановим веб-сервер, опять его перезапустим, потому что у нас появились новые файлы, иногда лучше так сделать, и снова перейдем сюда вот на сайт. Значит, мы здесь с вами обновим эту страницу, и видим как раз вот эту вот пустую страницу, то есть сработал вот этот вот шаблон, сейчас мы его откроем, вот он, BaseSiteHTML, именно вот из этого вот каталога, из каталога Templates, Admin и BaseHTML. То есть мы видим вот как раз вот этот заголовок Title. Отлично, мы это сделали, но мы, конечно, хотим видеть не пустую страницу, а пусть отображает то, что уже было. Поэтому мы все вот это вот скопируем из прежнего шаблона, вставим вот сюда вот, сохраним, этот закроем, чтобы не мешался, перейдем сюда на сайт, обновим страницу, и теперь мы увидим абсолютно такую же админ панель, только теперь используется не стандартный шаблон, а наш собственный. И вот мы здесь его видим, вот путь к нему. BaseSite уже берется из проекта, из нашего проекта. Итак, теперь можем вот этот BaseSiteHTML спокойно здесь переопределять, и мы никак при этом не будем затрагивать уже существующий шаблон BaseSiteHTML. И это очень здорово. Значит, что мы ведем в том шаблоне? Давайте перейдем в проект. Вот здесь это есть блок Title, то есть это блок для заголовка, который отображается во вкладке. Потом блок Branding, то есть, ну вот можно даже посмотреть, за что она отвечает. Давайте вот вместо всего вот этого вот напишем там 1, 1, 1. Перейдем опять на сайт, сохранили там все, и мы видим вот здесь вместо Django, там администрировать Django, 4 единички. То есть, это вот за это отвечает. Но мы, конечно, здесь все вернем, как было. Вот. Ну, а это блок навигация. Вот. По сути дела, тут всего 3 блока. Сейчас мы, используя вот этот шаблон, хотим прописать свои собственные стили оформления. Как это сделать? Для этого давайте откроем шаблон более высокого уровня. Вот он, BaseHTML. И в этом шаблоне, вот здесь вот в самом верху, мы видим специальный блок. Вот он. Блок, который называется Extra Style. Если мы вот что-либо запишем в этот блок, то соответствующие стили, то есть, соответствующие информации, будет добавлено в раздел Head. Как раз то, что нам и нужно сейчас. Давайте мы скопируем этот блок, перейдем сюда вот, и вот здесь вот где-нибудь в начале мы его пропишем. Соответственно, содержимое этого блока будет подключать нашу таблицу стилей. То есть, таблица стилей, которая будет добавлять новые стили к админ панели. Ну, и в данном случае мы, конечно же, будем брать эти стили из своего файла admin.css. То есть, путь к нему будет такой. css и далее admin.css. Ну, и чтобы мы могли воспользоваться таким вот тегом static, мы его должны здесь вначале загрузить. То есть, прописать здесь tag load, ну, и, соответственно, загрузить вот этот вот тег static. Все это у нас есть. И, соответственно, давайте пропишем вот этот вот css файл. Значит, он у нас должен находиться в каталоге css. Перейдем вот сюда вот непосредственно в проект. И в нашем проекте, вот здесь в каталоге static, мы добавим, соответственно, каталог css. Вот так вот. И уже в этом каталоге мы разместим вот этот вот файл admin.css. Все, он у нас пока пустой. Пусть таким и будет. Давайте посмотрим, как это все будет работать. Перейдем сюда вот на сайт. Обновим его. И посмотрим на его содержимое. Значит, вот смотрите, вот здесь вот в начале как раз должен подключаться наш файл. Да, вот есть строчка. Вот такая строчка появилась. И вот этот файл admin.css как раз берется из каталога. Static.css. Если мы на него щелкаем, то как раз пустой файл мы здесь и увидим. Значит, закроем. Все работает, все подключается. Ну и надо прописать какие-то стили. Как узнать, какие стили? Ну, какие стили, понятно. Но какие селекторы использовать для, например, изменения цвета вот этой вот шапки? Это можно сделать так. Мы можем с помощью вот этого вот браузера посмотреть код элемента вот так вот. И смотрите, здесь у нас получается следующее. Справа вот здесь вот отображается такая штука. Это у нас div, tag.div. И у него есть идентификатор. Он называется вот так вот header. Давайте скопируем этот идентификатор. И через него мы можем уже работать вот с этим заголовком. Значит, перейдем непосредственно уже вот сюда вот в наш файл admin.css. Пропишем вот такой вот селектор. Sharp.header. Ну и, допустим, мы поменяем фон у этого заголовка. Сохранили опять же все. Переходим сюда на сайт. Обновляем. И видим, что действительно фон вот этот вот поменялся. То есть вот так вот мы можем менять какие-то отдельные элементы. Ну и давайте вот этот элемент поменяем. Посмотрим его код. Значит, что здесь? Здесь у нас caption написано. А вот здесь вот ниже, давайте посмотрим, как это вот здесь вот используется. Вот. Используется такой вот селектор. Точка model caption. Мы его скопируем. Соответственно, перейдем сюда вот в наш файл оформления. И для него пропишем стиль. Ну, допустим, такой же. А если такой же, то мы можем его вот так вот написать. Значит, вот здесь вот через запятую укажем этот второй селектор. Это мы уберем фигурные скобки. Сохраним. Перейдем сюда вот на страницу. И обновим. Все. У нас теперь вот эти вот элементы, вот название этих блоков тоже имеет такой же фон. Ну, я думаю, общий принцип понятен. Вот таким вот способом можно переопределять все стили и настроить вид админки под дизайн и цветовую схему вашего сайта. Если же нам нужно изменить сам заголовок, например, вот этот администрирование джанга, то это лучше сделать через вот такой вот модуль. Это уже на уровне программы лучше делать. Значит, мы перейдем вот сюда вот в приложение Vimin. И здесь откроем файл admin.py. И в этом файле admin.py мы можем дополнительно прописать вот такие вот атрибуты. А именно site.title вот с таким значением. Ну, и site.header тоже вот с таким значением. Или давайте здесь двоечку посадим, чтобы мы понимали, что к чему относится. Сохранили. Переходим сюда на сайт, обновляем. И теперь вместо администрирования джанга мы видим админ панель сайта о женщинах 2. А о женщинах просто будет вот здесь вот в заголовке. Админ панель сайта о женщинах. То есть вот с помощью таких двух атрибутов, site.title и site.header, мы можем переопределять вот эти вот стандартные названия. Где можем посмотреть полный список вот этих вот атрибутов. Ну, и естественно, в документации. То есть если мы перейдем вот сюда вот на страницу документации. Ну, и давайте сделаем поиск вот, допустим, site.title. И вот здесь вот как раз видим вот этот вот атрибут site.title. Вот это вот класса админ сайт. И здесь есть другие атрибуты. Site.header, site.url, index.title, ну и так далее. То есть обо всем вот здесь вот можем подробно почитать. Следующим шагом мы сделаем отображение миниатюр, связанных с нашими постами, непосредственно вот здесь вот в списке. Сейчас у нас происходит отображение только путей вот этих вот изображений. Но мы хотим сделать так, чтобы здесь показывались непосредственно миниатюры. То есть небольшие изображения, а не путь. Как это сделать? Для этого вот в этом классе, vimin.admin, следует прописать метод, который бы возвращал HTML код. И этот HTML фрагмент затем будем подставлять вместо вот этих вот путей, которые здесь у нас отображаются. Значит, для этого мы пропишем вот такой вот метод, getHtmlPhoto. Его название придумываем сами. И он у нас будет формировать вот такой вот HTML код. То есть tagImage. У него будет вот этот вот атрибут src. И этот атрибут src как раз будет ссылаться на URL изображения, которые следует отображать. Ну и чтобы изображение было не слишком большим, мы установим вот такой вот параметр width со значением 50, то есть 50 пикселей. Причем вот этот вот второй параметр object, это нестандартный параметр. Self это стандартный параметр, который используется у любого метода класса. А вот этот вот object, это дополнительный. Вот этот параметр object, он будет ссылаться на текущую запись списка. То есть он будет ссылаться на объекта модели vimin. Ну и соответственно у этого объекта мы можем взять вот этот вот атрибут photo, обратиться к этому атрибуту, и взять URL вот это вот изображение. Ну и кроме того мы используем такую вот функцию markSafe, которая указывает не экранировать вот эти вот теги. То есть эти теги будут рабочими, они будут выполняться благодаря тому, что мы добавляем сюда filterSave. То есть вот эта вот функция markSafe, она добавляет filterSave вот к этому фрагменту HTML кода. Ну и чтобы мы могли воспользоваться этой функцией, мы ее должны импортировать. Все импортировали, вот она здесь вверху импортировалась. Ну и метод готов. Соответственно вот здесь вот в списке отображаемых полей мы можем вместо вот этого вот фото прописать getHTMLPhoto. Вот так вот. По идее в базовом варианте это все. Если мы сейчас перейдем сюда вот на сайт, обновим страницу, то у нас появится такая вот ошибка, well or error, то есть такое-то исключение. Это связано с тем, что не у всех наших постов есть изображение. Мы вернемся снова сюда вот в проект и вот в этом методе пропишем еще вот такую вот проверку. Если объект фото, то есть если путь существует, он не пустой, то только в этом случае мы возвращаем вот такой вот HTML фрагмент. Иначе можем не прописывать. В этом случае вот этот вот метод возвращает значение none и Django вместо изображений, вместо вот этого вот фрагмента подставит прочерк. Мы сейчас это увидим. Сохранили, переходим сюда на сайт, обновляем страницу и видим вот здесь что-то миниатюра. То есть работает в принципе так, как мы этого и хотели. А там, где изображений нет, появились вот такие вот дефисы. Ну и кроме того, вот здесь вот заголовок такой идет. GetHTMLPhoto. Давайте его тоже поправим и сделаем так, чтобы здесь отображался, например, миниатюра. Для этого мы должны сюда вот снова перейти в класс ViminAdmin и вот у этого объекта метода GetHTMLPhoto прописать вот такой вот атрибут ShortDescription. Ну и соответственно присвоить какое-то название, допустим, миниатюра. Возвращаемся снова сюда вот в сайт, обновляем страницу. Ну и соответственно здесь уже видим вот это слово миниатюра. Все, отлично. Вот это вот мы и сделали. Мы теперь вместо маршрутов отображаем именно миниатюры, связанные с постами. И вот этот вот пример с выводом фотографии показывает, как можно заменять стандартный код, который здесь выводит ту или иную информацию, на свой собственный. То есть тот, который формирует та или иная функция, тот или иной метод. И затем, уже вот так вот прописывая этот метод вот здесь в списке ListDisplay, мы можем подменять содержимое своим содержимым. То есть такой фокус можно проводить не только с фотографиями, не только с миниатюрами, но и с любой другой информацией. И вот это вот очень здорово. Ну и наконец мы можем сделать вывод фотографии и прередактирование. То есть когда мы редактируем статью, то было бы здорово, чтобы здесь тоже отображалась фотография. Как это сделать? Для этого в первую очередь, опять же вот в этом классе, vimin.admin, мы пропишем вот такой вот атрибут, который называется Films. Этот атрибут содержит порядок и список редактируемых полей, которые следует отображать в форме редактирования. Если мы сейчас перейдем вот сюда вот непосредственно на эту страницу, обновим ее, то как раз увидим все вот эти вот перечисленные поля вот здесь вот, именно редактируемые поля, нередактируемые сейчас добавлять нельзя, то вот эти вот поля в том же самом порядке и здесь у нас теперь отображаются. Ну и кроме того, мы можем добавить сюда и нередактируемые поля, например, время создания записи, время его последнего редактирования. Ну давайте это сделаем. Для этого мы, во-первых, должны прописать еще один такой атрибут read-only fields, то есть указать, что это поля нередактируемые, только для чтения, и только после этого мы можем их прописать вот в этой коллекции fields, вот так вот, ну допустим в конце. Перейдем сюда на эту страницу, обновим, и теперь вот здесь вот они у нас появятся, то есть они отображаются просто для чтения, как обычная информация. Отлично, это сделали. Ну и давайте теперь вот эту вот миниатюрку сюда тоже добавим. Она у нас будет полем для чтения, потому что мы же не можем непосредственно миниатюрку менять, мы ее можем только просматривать. Поэтому мы вот сначала ее здесь вот должны прописать, вот в этом атрибуте read-only fields, вот допустим он здесь в конце. Это атрибут, вот название этого метода, getHtmlFoto, ну и пусть эта миниатюрка отображается непосредственно вот уже после вот этого вот поля фото, вот здесь вот. Значит возвращаемся сюда вот на сайт, обновляем и соответственно видим вот эту вот миниатюрку. Все работает. Чтобы узнать о других возможностях настройки формы редактирования, вот здесь вот на странице документации можно посмотреть список атрибутов для вот этого вот класса ModelAdmin. Ну например, смотрите, мы возьмем вот такой вот атрибут, safeontop, это вот как раз атрибут вот этого вот класса ModelAdmin, и если мы его пропишем, установим значение true, то у нас вот здесь вот в форме редактирования, сейчас мы ее откроем, вот она, дополнительно вверху будет появляться вот такая вот панелька, то есть удалить, сохранить и так далее. Иногда это тоже бывает полезно, когда здесь много разных полей, и мы не хотим прокручивать вниз, чтобы сохранить запись, а сохранять ее здесь в начале. Для этого мы пропишем вот этот вот атрибут safeontop и установим значение true. Вот так вот сохраним, перейдем сюда на сайт, обновим, и соответственно эта панелька у нас появляется и вверху, и вот здесь внизу. То есть иногда и так тоже удобно делать. Ну, а во всех остальных атрибутах вот здесь вот подробно в документации можно почитать. Я советую со всей этой документации подробно ознакомиться и узнать, как тонко можно настраивать функционал и вид админ панели.